Приветствую православные! 20 ноября, понедельник, и мы продолжаем добрую традицию чтения Евангелия с церковью на площадке русской конописной школы. Сегодня в качестве рядового чтения церковь читает 55-е зачава Евангелия от Луки, 12 глава, с 13 по 15 стихи, и также с 22 по 31 стих. Если некто из народа сказал ему, учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство, он же сказал человеку тому, кто поставил меня судить или делить вас? При этом сказал он, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал ученикам своим, посему говорю вам, не забудьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела вашего, во что одеться. Душа больше пищи, и тело больше одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не ждут, нет у них ни хранилищ, ни житнесы. Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя бы на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут, но говорим, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же и траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кальми пачи вас маловеры. Опять же, только кажется, что это два разных отрывка. На самом деле, отцы церкви в мудрости своей предлагают нам всегда цельные темы для размышлений. И сказал некто, учитель, скажи брату мою, что он разделил со мною наследство. То есть, видимо, один из наследников был недоволен, а вот при том, не сказано даже, наследство это что. Ну, то есть, наследство это дом и участок, наследство это гостиница и бизнес, наследие это, помните, как у Бажова. А от деда Игната ему досталось кайла до лопата. Ну, вот, что еще? Даже не сказано, что они делили. Но Господь отказывается даже вникать в это, когда его зовут как авторитет. Учитель, ты молодец, вот своим авторитетом подопри, пожалуйста, нужное мне решение. И вот это очень важный момент, это про то, что мы не должны использовать христианство как палку для битья. Зайти и сказать, что, не поститесь, да? Что, иконы дома нет? Ах ты, полено для адского пламени. Что, зубы болят? Пади материшься, да? Вот тут у нас, вот, всегда есть те, которые говорят, что мое мнение это... А, нет, не так. Мнение Господа это то, которое я вам только что изложил. То есть, ничуть не сомневаясь, что вот мои слова и есть мнение Господа. И Господь от этого уклоняется. И отцы обращают наше внимание вот на что. И пусть это и будет темой для размышлений, потому что, ну, довольно давно мы с вами читаем Евангелие. Уже переслитые отметку в 100 дней, помнится, да, в 100 выпусков. А вот постарайтесь припомнить, где Христос в Евангелии говорит что-то от себя. Вот где Он говорит, я пришел восполнить волю Отца, это Он творит волю Отца. Где Он говорит, я и Отец одно, это опять же то же, что хочет Отец. Где Он говорит, я должен сказать вам. То есть, опять же, получается, что, и отцы обращают на это наше внимание, нигде Господь не говорит от себя. Покатайте мысль. Получается, от себя мы можем говорить, только если мы стопроцентно разбираемся в вопросе. Если мы следуем за Христом, если Христос наш Учитель и образец. Вот никто Господа по профессии плотников в Евангелии ничего не спросил. А как там шпонку крепить или как вот ящик делать, да. Ну, теоретически это можно было сделать, но у нас нет таких свидетельств в Евангелии. И поэтому Господь никогда не говорит от себя. И опять же, вот подумаем, а сколько раз мы говорим. Я считаю, по моему мнению, ну вот это вот чудесная шутка. Ребята, а что все военные эксперты? Я думал, здесь чат вирусологов. Ну и тут да, тут у нас то все эксперты в Олимпийских играх, то в футбол все умеют играть, кроме тех, которые в сборной по футболу. То все знают, как управлять Российской Федерацией, ну кроме тех, которые ей управляют, да. И в итоге вот, вот, к Господу приходят и говорят, Господи, подопри своим авторитетом нужное мне решение. И Господь от этого отказывается. Хотя, неужели воплощенная справедливость и воплощенная святость не могла дать точную рекомендацию, как идеально поделить идеально ровно вот то, что досталось. Причем неважно что, потому что нам об этом не сообщается. Причем неважно.